Всем привет! Сегодня мы поговорим о нашем женском, о небольших мифах. И вот есть один миф. Я в это тоже раньше верила. Хочу сразу рассказать. Проживя здесь уже хорошее количество лет, я пришла к выводу, что в данный момент очень много, конечно, поменялось за эти годы. С временем моих родов много лет прошло. Сейчас немножко по-другому уже. И я понимаю, что тогда, когда ты еще под гормонами беременна и все прочее, это миф, заблуждение, в который хочется вериться, потому что повышается тревожность гормона, опять же. Много всяких страхов власть. Ты веришь даже в какую-то чушь, в какой-то миф, и ты ему предоставляешь такую возможность овладеть твоим разумом. И думаешь, да, все же говорят, значит, это правда. Я сама начинаю этого бояться, хотя с тобой еще этого не произошло. Так вот, мы сегодня поговорим о моем личном суждении, оценочном мнении. Есть кто со мной поспорит, пишите в комментариях о спорте. Потому что ситуации еще индивидуальные разные бывают, от врача это все зависит. Но я про общую большую массу сейчас буду говорить. Миф о том, что всех заставляют кесариться, никто сами здесь не рожают, врачи настаивают и так далее, и так далее, и так далее. В моем окружении за последний год, слава богу, несколько человек, девчонок, которые родили. Есть кто сами рожали, кто кесаривали, то есть вообще абсолютно разные взгляды на эту историю. Кто-то сам, кто-то, у кого как получилось, короче, обстоятельства, там, показания, все проще. То есть несколько людей в моем прям близком окружении, которые с этим столкнулись, и которые мне, условно, мои догадки, назовем так, выводы сейчас уже, они подтвердили о том, что такого давления, то, что заставляют всех делать кесариво, или оно предпочтительно в Турции здесь, такого вот на данный момент, в 23-м, сейчас году, в 22-м, нет здесь. Какой миф существует? Как я это слышала когда-то, как мне рассказали? Причем рассказывали мне на родине, те, кто не живет здесь, в Турции, рассказывают, как у нас здесь все страшно и ужасно. О том, что, а тебе не страшно там рожать? А ты в Россию рожать не приедешь? Там все заставляют кесариво, вообще шансы они дают самим родить. Я такая, да, что реально? Я как бы раньше не рожала, не знала. Ну окей, проверю. Меня лично не заставляли, давления не было. Мне нравилась эта опция, самостоятельно выбрать для себя, если я посчитаю нужную, назовем так, да. Как здесь принято, да. Я не говорю, что это правильно или неправильно, не даю оценку. Я говорю, как здесь происходит, как здесь принято, какое здесь к этому отношение. Если мы берем частные клиники в основном. Я про государственные не была, не знаю, не могу говорить, да. Я про частную медицину в Турции. Скажем так, кто платит, тот заказывает банкет, тот танцует, короче, да. Если роженица боится, хочет кесарево, боится боли и так далее, там истерит и все прочее. Она всегда говорит, я боюсь рожать, хочу кесарево. Я не скажу, что врач прям попытается ее отговорить, переделать там или запретит это делать. Он ее выслушает, скажет, например, из разряда, окей, как вы хотите, ваше право, конечно, но я бы не вижу противопоказаний к естественным родам. Я бы посоветовала попробовать, но если вы хотите, как бы окей. Здесь никто ни на кого не давит, не заставляет ничего делать, потому что это вопрос финансов и денег. Не спугнуть клиента. Кстати, кто говорит, заставляют кесарево. Это уже такой миф слышала. Кесарево делает, что это дороже. Разница родов была, когда я рожала, тысяча лир, чисто за выразованную бригаду. Это, кстати, на самом деле им выгоднее, чтобы вы рожали самостоятельно, потому что тысяча лир тогда раньше это было. Сейчас где-то тоже разница не очень большая. Кесарево, естественных родов, больницы частные. Вызываются бригады дополнительных врачей. Это дополнительный анестезиолог, там кто вроде кардиолог даже есть, есть показания и так далее. И так далее, и так далее. Для ребёнка это несколько человек. Это я, мне и тысячу лир, кстати, стоит в частной клинике. То есть разница по цене не такая огромная, а вызывается дополнительный персонал для проведения операции, оперативного вмешательства. Вот в чём дело. То есть кто говорит, это для денег, это не для денег. Им выгоднее, чтобы вы потихонечку сами родили. Даже меньше у клиники, у самой внутри затрат будет. Этим людям всё, надо будет вызов этот платить, этот рабочие часы и так далее. Короче. Ну и плюс ещё материалы различные, не забывайте. На операции, шовное и всё прочее. Так что выгоды тут для больницы особо и на самом деле нет. Тоже заблуждение. В общем, здесь врачи не давят. Если ты хочешь, пожалуйста. Мне было это удобно. У меня был страх в конце перед родом, на девятом месяце примерно. Мне вот это... Это у всех на самом деле бывает. Это немножко защитный механизм, перещёлкивает. Это гормональный момент. Это страшно. Это прошло за две недели к родам. Я себя вообще настроила, переубедила на лёгкие роды. У меня есть видео, кстати, про лёгкие роды. У меня они были тяжёлые, но я себя так настроила, что я даже вообще не поняла, что произошло. Я это осознала, что это было вообще нелегко и опасно. Очень гораздо позже, через пару месяцев только из этого состояния транса вышла, в который себя загнала специально. Легко перенесла для своей психики рода. Я сохранила себя, короче говоря, подложила себе соломку. У меня был этот страх, и я пришла к врачу, говорю, слушайте, я, наверное, буду, не знаю точно, говорю, но я ещё идею кесарево не откладываю. И здесь у меня, на самом деле, врач на меня немножко поднадавил, сказал, ты чё, это такие классные данные, такая хорошая беременность была, ты точно родишь вообще. Выскажи, что меня супер-супер поддержала, уверила во всём. Меня ещё и дома поддерживали все, а мужу, кстати, было безразлично. Ну-ка, Галя, если боишься, Галя, если тебе страшно, больно и всё прочее, конечно, бери, операцию сделаем без вопросов, лишь бы тебе хорошо, короче, было, вообще не парься, как ты хочешь. В общем, я тогда настроилась рожать самостоятельно, но я знала прекрасно, у меня есть вот эта опция, я знала, знаете, вот это даёт уверенности, что ты, когда рожаешь, если что, пойдёт не так, естественно, тебя про кесаря, тебя не будут доводить до состояния истощения, издеваться над тобой, попросишь, сделают, короче. Да, у тебя остаётся вот эта опция твоего желания. Это очень правильно с точки зрения психологии. Ты вправе контролировать процессы, ты над ситуацией, в позиции сверху, если что, ты можешь это попросить. Это здесь не рассматривается как слабость. Фу, ужасно, не смогла. Слабая. Здесь это позиция опции для успокоения. Хочешь, сделаем, без вопросов. Есть денежки, плати, сделаем тебе, без проблем. Лишь бы тебе хорошо было. Здесь всё направлено на всё, чтобы тебе было роженица или беременная, было хорошо. Также ведение беременности немножко в сторону отойду. Каждый раз делают УЗИ. Это в стоимость твоего визита входит. Без проблем вообще наблюдай своего ребёнка. Здесь вообще минимум анализов сдаётся. То есть вообще направлено на то, чтобы ты, естественно, ходила. Патологии, конечно, скрининги всякие делаются, проверяются. Но вот это, внимание, она беременна, attention. Вот этого ничего здесь нет. Здесь приятное, хорошее отношение, релаксирующее. В семье есть хорошие взаимоотношения от родственников, близких и так далее. Максимально стараются создать для беременной комфортную обстановку, чтобы нам в естественных, хороших, правильных психологических условиях выносило ребёнка. Но я к тому, что здесь максимально не нагнетают, а максимально расслабленная атмосфера, обстановка к этому, как к естественному процессу, как к огромному счастью. И к процессу родов, где ты рожден, к кесарево, это как блажь, типа, условно, да? Твоё право, пожалуйста, воспользуйтесь. Если ты захочешь, всё, ты, короче, правишь миром. Ты рожаешь ребёнка, ты уже, короче, у нас героиня, просто сам этот процесс. Ты молодец, мы тебе только поможем. Давай, делай. Вот что здесь отношение. Гнабиошки, давления никакого нет. Ну, индивидуально бывает. Может, врач какой-то, а-ля Улю какой-то, тоже такое есть. Я уж за всех не могу, да, сказать. Ну, в основном. Я про турок именно, про врачей турецких. Потому что наши врачи очень часто везут своё, наши, и сюда здесь очень с такой же позиции отношение к клиентам, общение, так же себя ведут, как бы на родине не всё делали. Вот. Про вот этот миф всё-таки. Почему он сложился? Я, честно, как психолог, это больше наблюдала. Сейчас по людям я скажу так. Это определённая разница нашего воспитания, менталитета и отношения к самому факту беременности родом этому процессу. Здесь всё-то разное. Я не могу сказать, конечно же, за всех, но очень часто я это слышу в различных интервью, в мамских темах различных, своих подруг, знакомых и так далее, что родить самой естественные роды — это гордость, это героизм, это заслуга, за эту медальку надо весить. А вот если ты родила не сама и Кесарева, это, ну, как бы молодец, как бы, но ты ни черта не постаралась, не напряглась. Тебе помогли. Медальку мы тебе уже не дадим. Ты молодец, что родила, как бы, да, человечка на свет произвела, стала мамой, супер. Но медаль уже не положена. Тебе помогли. Ты не самостоятельная, не всё сама. А здесь, в Турции, если ты прошла Кесарева, ты так же, ещё и Кесарева, ещё у тебя операция была, у-у-у, у тебя там всё разрезали животик, у-у-у, у тебя там швы, надо тебе помогать ещё больше. Здесь нет вот этого героизма за собственные роды естественные. И унижения за счёт Кесарева тоже нет. Я не могу, конечно, как прямо сейчас у всех по-разному в России, свой опыт, правильно? Я чисто вот по своим знакомым, что я вижу, я это как очень чисто вот в интервью, там, кто, матери многих детей, там, многодетные мамы и всё прочее, и прочее. Я это сразу улавливаю. Когда она говорит, я горжусь, я родила сама. Сама вот эта фраза. Я родила сама. Я тоже родила сама. И чё? Я родила сама легко в трудных родах. Да я этим не горжусь. Сейчас я думаю, да, блин, надо было Кесарева делать и меньше мучиться. Не 12 часов, блин, а 5. У меня бы не было, наверное, акушерского переворота, а то болючего просто, которое чуть не сдохло. Я думала, я тогда в тот момент рожу. Может, надо было вот так? Так что где плюс и минус? Это же, конечно, сам для себя. То есть я со временем проживяю это. Я уже... У меня это не было здесь культом. В Турции это не культ, не повод для гордости и естественной роды. Поэтому здесь вообще к этому факту, как ты рожаешь Кесарева или естественной роды, вообще наплевать. Особо отношения никакого к этому нет. Поэтому врачи ни на кого не давят, не заставляют они ничего это делать. Это всегда здесь выбор самой женщины или показания, естественно, медицинские. Но если мы берем без показаний здоровую всю историю, без противопоказаний, то это выбор женщины. Ее за это здесь не гонобят, и носом никуда не тычат. Ты в любом случае, назовем это героиня, потому что ты родила ребенка. К тебе уже особое отношение, после родов подход, тебе все супчики носят, заботятся и так далее. Так, ну, стараются как минимум кто-то. Ну, от семьи это зависит. Понимаете, да? Никто не будет спрашивать. Здесь не спрашивают, сама ты родила или у тебя Кесарева было. Здесь всем наплевать. Могут спросить какими-то родственницами женского пола, в основном, которым просто интересно, а как твое состояние? Сама рожала? Ой, блин. То есть, да, есть вопрос, когда говорю, типа, сама себе не прав героизма. Бедная настрадалась, наверное. Понимаете? Здесь принцессы, женщины, они себя любят очень многие, они хотят страдать, чтобы не мучиться, жить в удовольствии. Так вот, здесь выбирают Кесарева по просьбе сами женщины, чтобы не мучиться, бояться родов. Этот страх побеждает, да, неженки, да, ну и что? А что от этого хуже? Да ничего. Но это не то, что врачи заставляют, давят, это выбор женщин здесь. Это же огромный миф, что ты, не дай бог, в Турции не рожать, это точно сделают Кесарева. Когда вот такое, я это слышу, кстати, и вот буквально в тимбле там был такой разговор, мне женщина из России там говорила, боюсь рожать в России, наверное, останусь, рожу, потом поеду в Турцию, говорю, зачем? Здесь, говорю, очень лайт, ну зачем вообще вот это все, проблему себе создавать? Дело даже не в языке, она говорит, там заставят Кесарева, мне говорили, девочки напугали, а у кого был не очень опыт, кого на доверие заставили Кесарева сделать. Я вам так скажу, можете сейчас, кто у меня такие девчонки смотрит, обидится, но я просто разложу как есть. Вам это может не понравиться, скажу по-честному. Вы мозгами все еще у себя на родине не совсем адаптировались к условиям здесь в стране. Если вы хотите рожать героически сами, мне вопрос к вам сразу, для кого вы эти медальки зарабатываете, это геройство? Подвергая опасности, например, ребенка и себя, если у вас критическая ситуация из показания Кесарева уже, а вы орете, я сама буду рождать у детей, я буду рисковать жизнью своей ребенка. Для кого вы это делаете? Задайте себе этот вопрос. И зачем вы пугаете других людей? То есть люди, которые все еще в голове, где-то там ждут оценки, ждут геройства, медальку на грудь за это, они склонны к вот этому мифу распространения, что в Турции заставляют всех рождать, где Кесарева делать? Тебе всем наплевать на самом деле. Выбор за тобой только. Когда такое говорят, это сразу просто для меня это показатель. Когда я слышу этот миф, что человек не в курсе, что здесь происходит, во-вторых, он сам в страхах, и в-третьих, ему нужны эти естественные роды, как правило, для какого-то геройства. То есть сама значимость, вот эта галочка сама или не сама, состоявшаяся, это словно женщина, мать, заслужила ты это название или нет, или ты все легко, тебе помогли. Да какая разница, у тебя есть результат, то есть ребенок на руках, которого не за медальками надо бегать, одобрение родственников искать, или там врачей, которые давят отношения в больницах, да, и, короче, наслаждаться жизнью, тратить время на своего ребенка нового воспитания, не хренью всякой, простите, заниматься. И важный фактор, я хочу отметить, очень во многих роддомах государственных, в России, больше популярны государственные роды, нежели частные. Ну, это тоже набирает обороты. Но все равно, короче, я про тренды, и очень часто оценка же негативная самих сотрудников, что-то слава, я что сама не смогла, вот эти вот фразочки, всякие колки, это просто слышать неприятно. А что ты просишь? То есть это, операция, это как побег, страх тебя за это унижают, принижают, а за естественное родо тебе медальку весят. Вот в чем разница. Здесь этого вообще ничего нет, поэтому к этому просто относятся. И те, кто этого боится, не получить медальку, например, или быть униженной, они условно на Турцию говорят, а у вас здесь заставляют, выборы не дают. У меня есть девчонка, у нее уже трое детей. Она всех троих рожала с Кесарева здесь. А первым по показаниям, на вторые двое родов у нее был выбор. И она выбор свой сделала, да, где ты своего страха и так далее. У нее турецкий был врач, гинеколог. Я вам скажу, что она ее поддавливала на ее месяц где-то перед родами. Она ее не прям давила, а обрабатывала на естественные роды. Она сказала, у тебя все прекрасно. Ты там хороший шов, короче, с прошлого Кесарева. Время достаточно просто. Ты можешь родить сама. Короче, все было к этому. Но она в итоге не захотела. Все равно Бада просто боялась, на самом деле, запугивания всяких естественных родов, примеров всяких не очень хороших. Поэтому она попросила все равно Кесареву. И потом в следующий тоже раз. У нее трое детей Кесаревых. Кто бы... Это вообще, понимаете, вот для девочек у вас, итог подведу. Когда пройдет пять лет, например, вашему ребенку будет, или он пойдет в школу, или даже ребенку уже будет два года, всем наплевать вокруг будет сами брать или сделали Кесарева. Об этом никто вспоминать не будет. И говорить в том числе. Всем наплевать. Знаете, что тогда в два года будет смотреть? А достаточно ли слов, говорит ваш ребенок? А правильно ли он развивается? А нет ли у него никаких отклонений? А он в норму входит? Вот что будет. Другие проблемы. Поэтому делайте так, как вам хочется. То, что всех в Турции заставляют рожать через Кесарева, это огромный миф из заблуждений. Люди сами это создают. В Турции такого мифа нет. Да, есть в Турции статистика, если вы скажете, что естественно, родов гораздо меньше, а Кесарева больше. Я как житель этой страны уже с огромным стажем вам скажу. Да, правильно. Потому что женщины сами... Да, это правда. Потому что женщины сами делают этот выбор. Им его не запрещают. И статистика такая. Потому что женщины неженки, не хотят мучиться страдать, хотят быстрее, без боли и получить результат. Поэтому не делают такой выбор. Они чувствуют поддержку родственников в этом выборе. Поэтому на это идут. Но это не врачи заставляют, не из какой-то выгоды, из каких-то своих корыстных побуждений, какой-то статистики и так далее. Здесь наоборот стараются поднимать статистику естественных родов, чтобы люди просто не боялись, чтобы не нарастал страх, например, естественных родов. Они всегда поддерживают, если ты скажешь, я сама хочу. Ну окей. Да, есть врачи, которые скажут, да, ну зачем? Чего париться? Условно, это чистый коренелый такой турок скажет, это не объективный врач. Я бы такого не стала вообще рожать, если бы мне врач сказал, мне так, как ты хочешь. Потому что, да, ну ладно, давай, корочки срывай лучше. Чего ты париться будешь? Но если тебе объяснят, у вас есть угроза вот такая-такая-то, и просто когда это с объяснением, это одна история, да, показаниями. А когда это вот такой врач, ну это исключение из правил, на самом деле, да такие могут быть. Я вам сразу говорю, не идите к такому рожать, вы ему уже не доверяете. А врачу в родах надо доверять. Я вышла, этот вывод у меня получился, самый вообще максимальный из родов. Вы должны с доверием идти к врачу в руки. Вы даете жизнь подконтрольно, там, условно, на сутки, себя и своего будущего ребенка. Вы должны сто процентов доверять врачу. Это очень важно. Если вы не доверяете, проблемные роды будут, скорее всего. Вам будет тревожно, плохо и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы на тему беременности родов и всего прочего, про что здесь в Турции и как, напишите в комментариях или мой какой-то опыт. Я вам сниму, расскажу, мне нетрудно, разжую что-то, если что-то нужно, познакомлю вас с информацией и так далее. Спасибо всем большое за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...